Так, ну что, мои дорогие, всем добрый вечер! Добрый вечер! Очень рада вас видеть! Жду от вас плюсиков в чате. Если меня слышно, меня видно, вы пришли сюда такие готовенькие все, такие горяченькие, проверять досрочный ЕГЭ по английскому языку. Давайте, пишите в комментариях любое, абсолютно любые смайлики или плюсики, чтобы показать мне, что все отлично со связью. Вы готовы начинать! Привет-привет! Так, отлично, отлично, отлично! И вам здравствуйте, и вам привет! Очень рада вас видеть! Hello! Hello! Good evening! Супер, отлично! Вижу, вижу прекрасно ваши смайлики, ваши плюсики. Все умнички! Надеюсь, пришли с хорошим настроением. Сегодня мы с вами... У нас очень, у нас куча работы, ребята, потому что разобрать целый вариант по английскому языку, это вообще сложно, уложиться в короткий срок, поэтому мы с вами незамедлительно просто начнем, потому что самое первое, что мы должны с вами проверить, это, конечно, задание по аудированию. К сожалению, у нас досрочный, ну, может и к счастью, у нас досрочный вариант, а это значит, что у нас нету аудиотекстов. Ну, пока что, по крайней мере, со временем они, конечно, появятся, но так как они вышли только вчера, аудиотекстов пока еще нет. Поэтому сейчас прямо онлайн мы с вами будем слушать аудио, и мы сделаем это максимально экономно, да, то есть не будем слушать полностью по два раза, да, вы все уже проделали эти варианты, просто мы будем слушать спикеров, останавливать в момент, когда будет звучать тот ответ, который нам необходим. Итак, прошу обратить ваше внимание на наш экран. Перед нами первое задание досрочного ЕГЭ по английскому языку, аудирование номер один. Суть этого задания в том, чтобы правильно соотнести спикеров, да, и те утверждения, что у нас есть по заданию. Утверждение у вас на экране, спикеров сейчас буду включать я. Поступим мы следующим образом. Мы слушаем спикер, вы уже видите ответы, в принципе, если вы решали досрочный вариант, вы уже можете, как бы, посмотреть, да, правильно вы сделали или неправильно. Мы слушаем аудио, я останавливаюсь после каждого спикера и комментирую, что же он такого существенного сказал, что ваш ответ должен был пасть на ту или иную цифру в утверждениях. Ну что ж, давайте поехали, не будем медлить. Первый спикер. Итак, это был наш первый спикер, и как вы видите, ответ здесь 7. То есть, это шанс убедить будущее, и наш спикер действительно говорил о том, что он хочет отправиться в будущее, посмотреть, что там будет, найдут ли там ученые всякие лекарства от рака и так далее, и он бы там все это пофоткал, там все это посмотрел и вернулся бы обратно в свое время, да, когда он живет. Отлично, тут у нас утверждение про будущее, в принципе, было только одно, и это было седьмое утверждение, как раз-таки последнее. Следующее утверждение спикер B, и там правильным ответом было утверждение номер 1. Time travel might be very risky. Насколько я помню, там были чуткие, абсолютно синонимы слову risky, типа dangerous, not safe, но мы с вами послушаем еще разок. I don't think people should know what the future holds for them. This is my opinion about seeing the future with the help of a time machine. As for traveling back to our past, well, I think anything can change the course of events. Do we know what events might result from going back to the past? Nobody knows it. It's just not safe, I think. Ну вот, она сказала dangerous, причем спикер рассмотрела абсолютно утверждение, что в путешествии во времени в прошлое, что в будущее, и сказала, что мы ничего не знаем, что сможет поменять ход событий. У нее прямо были эти слова change the order of events или что-то наподобие, да? И, конечно, она сказала слова dangerous и not safe, что являются прямо синонимами слова risky, поэтому тут, ну, сложно было бы ошибиться. Окей, спикер C. Тут у нас утверждение, пятое подходит, да? A time machine can help us learn about our past. Именно learn about our past. То есть что-то узнать и выучить про прошлое наше. Про прошлое тут было несколько вариантов, но вы должны выделять ключевые слова, которые как-то отличают эти варианты друг от друга и цепляться именно за них. Окей, давайте послушаем и посмотрим, что же там такого говорит спикер, что именно learn about the past. Спикер C. If I could travel through time, I think I'd go and see the past. The period when dinosaurs lived, and then the Ice Age, and then how ancient people lived, and how the Egyptians built their pyramids, or how Stonehenge was built, and so on. There are so many mysteries around us, and I sometimes think scientists will never find the answers to all the questions that we have about our past. So a time machine may be our only chance to learn the truth. Ну вот, наш спикер говорит, что I think scientists will never find all the answers, да? То есть учёные никогда не найдут все ответы про что-то с прошлого, поэтому вот как раз-таки learn about our past хотелось бы, потому что все детали, которые были вообще в истории человечества в прошлом, мы знать не можем. Именно про это говорил наш спикер. Спикер D. Это у нас второе утверждение, да? Time travel is probably impossible. Это единственный, на самом деле, среди всех спикеров, был скептик в плане вообще путешествий во времени. Давайте послушаем, как этот скептицизм проявляется, какими словами английскими. Спикер D. Ну вот, в общем-то, в конце она подтвердила, да? Кто-то в чате спросил, что такое эпок. Это эпоха, ребята. Эпок. Эпоха. Прямо вот похожее слово с нашим русским, да? Да, ребятки, что она сказала? Что вообще time machine – это что-то из научной фантастики, муви, да? Что-то из фильмов. То есть people will never be able. Люди никогда не смогут, ну, не смогут вообще, в принципе, да, создать нечто такое. Ну и последний, а нет, не предпоследний, да, у нас E. Это третий вариант. Time travel may be a chance to live in another epoch как раз. Вот тут у нас эпок – это слово, это эпоха. Another epoch. Давайте послушаем. Speaker E. If I knew how to travel through time, I'd go to the past and probably would never get back to our time. I think life was much better in the past. People were more honest and loyal, I believe. The air and the water were cleaner, there were not so many factories, and the world was safe to live in. Of course, there were more illnesses, and hygiene was a serious problem. But I don't want to go too far to our past. You know, maybe the 18th or the 19th century. Итак, вот, кстати, вот здесь тот самый момент, когда многие могли совершить ошибку, и даже сверяя ответы с экспертами, у нас возникли, ну, буквально малейшие какие-то, да, дебаты на эту тему. Вот это утверждение высказывания, точнее, Speaker E. Можно было бы еще перепутать с цифрой 4. Потому что, о чем говорил наш спикер, да, что он хочет отправиться в прошлое и вообще остаться там жить. И его устраивает, что тогда воздух был чище и все было лучше. И несмотря на то, что были какие-то смертельные болезни, да, все равно он считает, что те времена были лучше. Он сказал, что он бы вернулся примерно в 18-19 век. Но как важно обратить внимание, ребята, на утверждение. То есть, возможно, кто-то из вас совершил такую ошибку. Он говорил про преимущества и, ну, минусы, плюсы того времени, да, болезни, минусы, зато там другие какие-то вещи, это плюсы. Но это не касается time travel. Это касается той эпохи, о которой он говорит. Чувствуете разницу? То есть, это такая маленькая деталь, которая, в принципе, может, конечно, привести к каким-то ошибкам, но она решаемая. Она решаемая, потому что слова, в принципе, понятные. Просы и конс не time machine, а того времени, о котором он говорит. И тем более тот факт, что он говорит, я бы там остался, очень хорошо соотносится с утверждением to live in another epoch, да, именно жить в другой эпохе. Ну и последний у нас спикер был f. Это, конечно, шестой вариант. We need to wait to be able to travel through time. Давайте послушаем. Итак, что сказала наша девушка, дорогая, милая? Что по несколько лет назад, там, десятки лет назад, мы могли, не могли даже представить, что у пятилетнего ребёнка будет смартфон, и он сможет там делать какие-то элементарные вещи. То есть, всё приходит в своё время. Мы можем подождать, и для нас также будет удивлением, если, хотя для нас сейчас кажется удивлением, но, возможно, когда-то, да, для нас не будет удивительным то, что человек создаст машину времени. Вот о чём она говорила. То есть, a time machine, we need to wait, да, to be able to travel. То есть, нам нужно немножко подождать. Все великие изобретения, они рано или поздно как-то вот достигают, да, человечества. Вот и всё. Вот в этом был вариант. Единственный промах, который мог произойти, это между вариантами 3 и 4 в спикере E, да. Вот там вот такой маленький, шаткий, я бы сказала, такой момент. Двигаемся далее. Далее у нас было задание наше, одно из любимых, true, false, not stated. У нас, как всегда, там общаются два каких-то человека, и у них идёт определённый диалог, у вас есть определённые утвердения, и ваша задача понять, что здесь правда, что ложь, и о чём вообще не было сказано в диалоге между ними. Итак, варианты и правильные ответы вы видите сейчас на экране. Вы уже можете проанализировать, хорошо вы выполнили это задание или нет. Мы пойдём слушать, соответственно, да, и будем останавливать после каждого раза, когда мы прослушаем ответ. Итак, первое наше утверждение. Это Они живут в Объединённом Королевстве. UK – это у нас United Kingdom. То есть там должно быть либо отрицание этого факта, либо подтверждение этого факта, либо об этом вообще никак не будет сказано. Давайте послушаем, остановимся на том моменте, где это звучит, да, где есть ответ на этот вопрос. Найгене была серьезная проблема. Типа. Типа. Hi, Sandra. I haven't seen you for ages. You've got such a nice tan. Where have you been? Oh, hi, John. Thanks for the compliment. I thought you knew I was in Thailand. I came back only yesterday. What a contrast it must be in terms of the weather. Yes, it's rainy here in London. Stop. Mm-hmm. It's rainy here in London. Сначала Джон сделал с Андре комплимент, что она приехала такая загорелая. Выясняется по аудио, что она была в Таиланде. И он говорит What a change it should be in the terms of weather. Да, то есть какая разница, да, должна тебе ощущаться после такого-то загара и Таиланда в плане погоды. И она говорит Yeah, it's rainy here in London. Да, здесь в Лондоне холодно. Ой, дождит, да. То есть погода разнится. И тем самым, когда она сказала Here in London, мы понимаем, что явно это United Kingdom. Да, то есть где-то это вообще-то столица, как бы, да. И ни один человек, изучающий английский язык, не может этого не знать. Соответственно, да, конечно, наше утверждение подтверждается, и мы ставим цифру 1. Пожалуйста, помните, ребята, что на реальном ЕГЭ вы не пишите TFNS, типа True, False, Not Stated. Вы пишите 1, если True, 2, если False, и 3, если Not Stated. Двигаемся далее. Утверждение B. Что там такое? John is pessimistic about the weather for the next week. То есть Джон пессимистичен в плане погоды на следующую неделю, да. Ну, видимо, было rainy, да, и походу так продолжится. Значит, на самом деле утверждение не ложное, оно правдивое. Давайте послушаем, где и как он это говорит. When is it going to stop, I wonder? The weather forecast is not very promising, I'm afraid. It says it's going to rain for a week or so. The weather forecast is not so promising, I would say. То есть он говорит, что прогноз погоды не такой уж и promising, обнадёживающий, да, вот по-русски, как мы говорим, обнадёживающий. It will rain for a week or so, он сказал, да, ну, неделю и около недели, около того, да, неделю и ещё, возможно, немножко. Да, London is the capital of Great Britain, хорошо. Вот. Да, Людмила, они находятся в Лондоне, но она вернулась с отпуска. А куда она вернулась с отпуска? Домой, конечно. И он сказал ей, что он её давно, им давно не видел. Haven't seen you for ages, он ей вначале сказал. Значит, и он там находится давно, и они давно знакомы, и оба там живут. Вот в чём. Да, это такой логический домысел, который должен быть, но он есть, он присутствует. Дальше двигаемся. Дальше у нас утверждение Sandra's parents travel very often. Оно абсолютно никак не опровергается, но и не подтверждается. Давайте послушаем фрагмент, где она говорит про родителей, и поймём, почему здесь not stated, почему мы не можем выбрать, так оно или не так. Но она сказала, что то есть маме нравится отдыхать у моря. Часто ли они путешествуют, не часто. То есть мы понимаем, что в Таиланд она поехала с родителями, она говорит, что мама обожает вот эти приморские отдыхи, но часто они ездят, её родители путешествуют, или нет, не подтверждается и не опровергается вообще никак. Ну, то есть нет про это, нет этого вообще в тексте. Окей, двигаемся далее. Но на самом деле мы уже послушали эту часть, тем не менее, она нигде не сказала, первый ли её это приезд в Лондон. Она сказала, мама выбрала Таиланд. Была она там до этого, сама это Сандра, не была, никак не говорится. Дальше он будет расспрашивать её, конечно, вот он сказал, я бы никогда в жизни не поверю, что ты всё это время валялась на пляже, да? Соответственно, никак не подтверждается у нас, что она там была, она, возможно, и первый раз была, а может и нет. Непонятно. Никак она не сказала second, если бы она хотя бы сказала, мы бы обозначили, что false, да? Но у нас чистый not stated, вообще не ясно. Окей, утверждение E. Почему здесь false? Что такого Сандра говорит, что мы должны выбрать здесь вариант, что утверждение ложное? Так, что ты думаешь, Бангкок Вот она дала ответ, да? То, что эти floating markets are very noisy, то есть они шумные всегда. You have to come very early, at 6 a.m. Она сказала, нужно приходить туда, а тут как раз the best time to visit, да? Она говорит, нужно туда приходить early, рано, at 6 a.m., в 6 утра. Это совсем не midday, как написано в нашем утверждении, да? Midday – это как бы, ну, полдень, да? Это уже обед и послеобеденное время. Она говорит 6 a.m., это раннее утро. Поэтому наше утверждение ложное, да? У нас выпал один компонент. Всё хорошо, но midday не подходит. Поэтому мы отмечаем это как false. Далее двигаемся. Сандра's mother didn't buy anything in Bangkok. Мама Сандры ничего не купила в Гонконге, да? Соответственно, нам нужно услышать, что такого сказала Сандра, что это утверждение ложное. Видимо, мама что-то купила. Где она об этом говорит? My mom bought a pink silk dress. Мама купила розовое шёлковое платье. Вот, пожалуйста. То есть, она про себя сказала, я купила фрукты, там всё такое, чтобы атмосфера таланта и так далее. Но там продают не только еду, да? Там продают и одежду, hats, она сказала, шляпки там и так далее. Мама купила розовое шёлковое платье. Всё. Мама сделала покупку? Сделала. Значит, наше утверждение точно false. И последний вариант. То есть, она в конце, ну, вообще, в принципе, ему говорит уже про маркеты. Нам нужно услышать его отношение к этим маркетам. А у нас его мнение. Разве он считает, что туда не следует ходить? Нет. Он сказал, кажется, что это шикарное место, куда нужно сходить, да? То есть, явный false. Его отношение вот такое вот. Двигаемся далее. И у нас аудирование номер три. Было оно на самом деле непростое, скажу так, да? То есть, там были какие-то моменты, которые... Особенно один момент есть, на котором, я уверена, многие из вас могли ошибиться. Давайте посмотрим. Итак, первые два вопроса. Мы сначала их прочитаем, да? Правильное утверждение. И потом будем искать в нашем аудио моменты, где автор говорил. Итак, первый вопрос. Что мы узнаем про него в начале интервью? Тут всегда интервью, помните, да? Аудирование три – это всегда интервью. Варианты ответа. Как раз-таки первый, он сюда и подходит. He has no experience of working in Hollywood. His parents were quite rich people. His childhood years weren't easy. Ну, давайте послушаем. How did a young kid from Minneapolis know that successful people? How can you become successful in the modern world? Peter Green knows that. He is one of the most successful TV and film scriptwriters in the USA. Hello, Peter. Good afternoon. Thank you for inviting me here today. So, Peter, as far as I know, your parents were not very well off. How did a young kid from Minneapolis end up being the scriptwriter and executive producer of Hollywood blockbusters? Well, I had an intense desire to be successful, even though, to be honest, I had no idea what any of this entailed. I always had a fascination for the movies and television. I was teaching English to junior high school students in Minneapolis and was in my mid-twenties when I decided I wanted to try writing for TV. It was an exciting time for television. Saturday Night Live was the newest show, and there seemed to be a lot of opportunities. I was so naive and ignorant. I came to Los Angeles, not knowing anyone or anything. Never had written anything. I still thought, if I didn't do it, then I would never have the chance to do it. Ну, он уже ответил, на самом деле, на оба наши вопроса. Да, у нас отметаются варианты his parents were quite rich people, и вариант his childhood years weren't easy. Ну, вообще, про его школьные, ну, детские годы вообще ничего не было сказано. А то, что родители были небогатые, это сказала сама интервьюерша, да? Вот, поэтому ведущая, в общем-то. Она сама это сказала. А вот то, что он был неопытен, он сказал сам. Более того, он уже дал ответ и на второй вопрос. How does Peter describe himself at the beginning of his TV career? Тут ответ тоже первый. Потому что там было слово ignorant. А ignorant значит, что тоже необразованный. То есть тот, кто не знает чего-то. Да. Так, хорошо, смотрю чат. Пока... Так, значит, его не ответили. А где... Так, всё, отлично. Пока вроде ничего страшного не происходит в чате. Я просто переживаю, мало ли. Да, вот он нам дал, в общем-то, ответы на первые два вопроса. Запомните, пожалуйста, значение слова ignorant. Да, тоже вот несведущий о чём-то, незнающий. Это uneducated на самом деле. Мы с вами двигаемся далее. Далее у нас ещё два вопроса по интервью. What helped Peter to get his first TV job? И тут правильный вариант. Doing things his way. Тут можно было перепутать с первым вариантом, потому что он реально в аудио говорит про 25 scripts. Но не это помогло ему получить его первую работу. Давайте послушаем. Вот, кстати, ещё продолжение, да, подтверждение того, что he was uneducated. Он говорит про studying, про learning, про courses, да, то есть продолжает ему того, что он был необразован в этом смысле. Смотрите, он говорит, что он написал 25 скриптов до того, как получил работу. Но это ли ему помогло? Вот, то есть, вот тут можно было, к сожалению, прямо попасться на ловушку. Но давайте послушаем, что ему на самом деле помогло получить первую свою работу. Вот, видите, то есть он сказал, что ему именно помогло. Он хотел отправить на проверку, да, то есть на пробу, так сказать. Ему все говорили, не отправляй, а он сказал, sometimes we should not pay attention, да, или что-то вот наподобие было. То есть иногда не стоит слушать того, что говорят нам люди вокруг. И он всё равно сделал по-своему. Поэтому здесь подходит вариант 3. Doing things his way. Ну, про босса там вообще ничего не было, да, то есть делать всё так, как ты считаешь нужным, и не слушать других. Вот, что он имел в виду. Окей, шестой вопрос. What did Peter feel while working on his first project? Confidence, enthusiasm, uncertainty. Да, то есть, типа, уверенность, восторг такой, enthusiasm, и неуверенность. Давайте послушаем. To be on the staff. Do you remember your first day in a film studio? I remember going to the set on my first day and the crew was readying a huge billboard for an actor to climb up. I turned to him and asked if he was excited to do it and he replied matter-of-factly, if it's in the script, I'll do it. Then I realised it's in the script because I wrote it that way. It was absolutely thrilling to see and hear that first script come alive on television. Even when it's a last-minute change in a script that's requested for the film and we stay up late at night, get it down, send it up to San Francisco and meet the next evening to watch it on the screen. That level of thrill has never left me. Итак, тут ключевое, ребята, слово это слово thrill. Thrill чуть ли не синоним слова enthusiasm. Поэтому здесь правильный ответ два. Enthusiазм, то есть энтузиазм не в том смысле, как у нас, а вот восторг, волнение. И это прямо синоним слова thrill, которое он сказал за всю эту часть монолога аж несколько раз, что он чувствовал в этот момент. Поэтому здесь правильный ответ будет два. Да, насчёт неопытный, ребята. Конечно, он сказал, что у него не было опыта, но слово ignorant, как невежественный, даёт нам основания понимать, что это не образовывается. То, что у него не было опыта, он сказал ещё в начале, а вот то, что ему пришлось studying, learning и так далее, и то, что он был ignorant, это, конечно, да, это, конечно, uneducated, однозначно. Хорошо. Далее двигаемся. У нас было ещё три вопроса по этому интервью. Давайте посмотрим, что спрашивают там. Следующий вопрос. How does Peter's teaching experience help him be a professional, да, a producer? У нас тут, кстати, у нас, да, пропал немножечко, закрылся вариант, но там слово producer. В принципе, у вас у всех есть эти варианты, поэтому ничего страшного. Producer. Как, да, его преподавательский опыт. То есть мы не забываем, что изначально он был преподавателем, он об этом говорил. Как? Конечно, здесь второй вариант. He knows how to deal with different people. Давайте послушаем, что он говорит и что подтверждает это. I'm very good at what I do. Lots of writer-producers are just writers with another title, without the necessary management skills it takes to work with writers. Learning how to manage junior high school kids was great training in managing, teaching, inspiring a writing team. Итак, он ответил на вопрос и сделал упор на managing, да, на то, как работать, как обращаться с разными людьми. He knows how to deal with different people. Team building там ничего не было. И то, что он strict meant, тоже не было. Он сказал, умею общаться, координировать, да, управлять как-то всеми этими процессами между людьми, но про strict не было. Про team building тоже не было. То есть даже если вы это не совсем точно услышали, методом исключения, вы всё равно должны были здесь выбрать второй вариант. Двигаемся дальше. Which of the following is true about Peter at work? Здесь правильный вариант. He is ready to build up his team. Да, он готов. Взять, ну, как бы, собрать свою команду. Давайте послушаем, что он тут говорит про это. What is your philosophy? I believe in raising people up to do the level of work they can do. I feel strongly that the best writing today is on television. We do nearly everything in-house with just a few guest freelancers that we know. It's been very gratifying to give a number of people breaks on the show. I really enjoy my job. TV is a highly collaborative medium. Дальше он уже, это уже следующий ответ, да, то есть он скажет, he has a low opinion of TV, нет. У него совсем не какое-то там плохое мнение про телевидение, да, это не было бы его мечтой, и он бы сейчас так не радовался, да. То есть вариант, в принципе, какой-то сомнительный уже поначалу, да, послушав даже всю первую часть интервью. То, что касается freelancers, он сказал, что они их зовут, и фрилансеры у них работают, да. А он готов собрать, он готов собрать команду, да, вместе, воедино. Ну и последнее. What does Peter dislike about his present job? Вот здесь, я думаю, вы могли совершить ошибку, потому что там есть только одно малюсенькое слово, дающее правильный ответ на это, на это утверждение. Вот прямо, если... Напишите в чатике плюсик, если вы попались и в девятом вопросе выбрали не топ, потому что там была жесть. Когда я слушала аудио и смотрела варианты, я уже такая просто зафейспаумила за секунду, и такая, бедные дети, как они должны были это понять и услышать. Просто плюс в чате, если у вас реально в девятом не один стоит. Но сначала мы послушаем, я скажу, что это за малюсенькое слово, которое отвечает на... Добирает ответ как раз-таки на пункт первый, да? Having to travel to and from work, да? Добираться от, ну там, до и от работы. Давайте послушаем, что он там сказал такого. Ну что ж, посмотрим... Какие у нас там еще варианты были, да? Having too many colleagues, их всего шесть, он их обозначил. И having to work very quickly, но он сказал, это так оно и должно быть, да? Что мы быстренько так работаем. Какое слово? Commuting is tough, он сказал. Commuting... Давайте даже вот прямо как-то обозначим это, интуиция, да. Commuting... Слово прекрасное в английском языке. Пишется с двумя M. Вот так вот. Я вам сейчас в чате даже отправлю. Слово commute по-английски, ребята, означает ездить каждый день на значительное расстояние на работу и обратно. То есть для нас это по-русски типа добирание до работы, да? У них это commuting называется. И вот он сказал, говорил про работу, резко вот так вот, просто непонятно как, в секунду вставил commuting is tough и пошел себе дальше. И давайте, ЕГЭшники, поймите там, да? То есть, что там до работы и не до работы. Вообще, поначалу, как бы, когда слушаешь, да, кажется, что вообще travel to and from work это, наверное, самый первый вариант, который вы сразу отметаете. А как видите, он оказывается правильным. Commuting is tough, он сказал. Все. Если вы не знаете слово commute, пожалуйста, запомните себе это слово, да? Куда-нибудь выпишите, как видите, да? Оп, и в ЕГЭ оно у нас попалось. Ну что ж, на этом аудирование заканчивается. Я надеюсь, что я как-то дала подробные разъяснения на все задания этой части. И мы двигаемся дальше. Дальше. Часть чтения. Я постараюсь, ну, как-то не слишком долго, да, вас мучить на ней. Я уже сразу выделила те варианты, те моменты, которые вам должны быть интересны, да, где в ответ, где в тексте ответы на те или иные вопросы. Итак, первое задание. У нас есть 8 заголовков, у нас есть 7 текстов, и наша задача поставить заголовки правильно. В правом нижнем углу вы видите ответы. 5, 4, 1, 2, 8, 6 и 7. Посмотрим, почему тут и там такие ответы. Сверьтесь пока, да, посмотрите, так же ли у вас, и я начинаю объяснять. Полностью сейчас мы, ребят, читать не будем, все из нас эти тексты читали, все пришли сюда, я думаю, подготовленные, просто сверить свои ответы и прослушать мои объяснения. Итак, в первом тексте, текст A у нас, да, правильный ответ, это пятый заголовок. What is obesity? Обacity, по-русски говоря, это у нас ожирение, да, и в общем-то у нас там есть ответ на этот вопрос. Obacity is a medical condition. Все, и там дается все про историю этого заболевания, когда его официально приняли заболеванием и так далее, да, то есть тут достаточно четко все. Текст B, тут четвертый, reasons to be active, и reasons, они даны прямо в конце. If you are interested in maintaining good health, physical activity can be a great place to start. И второе, if you want to achieve fitness goals, you will need to incorporate structured exercise into your routine, да, то есть если ты хочешь вот этой цели добиться, а у нас как раз reason to be active, да, причины, цели, раз и два, они прямо обе даются. Вот такие вот варианты. Все верно, все верно, все такие веселые, но это первое чтение, оно достаточно легкое, я вижу, то есть с аудированием первым у вас все было красочно и хорошо, не то, что я вас там этот как-то стебу, нет, но просто это так всегда, да. Переходим к тексту C и D. Текст C, почему там правильный ответ один, да, different terms, потому что in the short term и in the long term, я прямо специально ярко, красно-бордово-жирным выделила вам, да, то есть в долгой перспективе и вот как бы в близкой перспективе, да, даны ответы на вопрос different terms. Дальше, текст D, почему вариант второй the importance of sleep, ну, ребят, прямо в начале идет sleep plays an essential role, да, сон играет, ну, прямо величественную, просто величайшую роль в жизни человека. Конечно, здесь будет именно этот вариант и больше никакой другой сюда не подойдет. Хорошо, двигаемся далее и у нас есть еще три текста впереди. Во-первых, это текст И, да, посмотрим, что с ним происходит, почему у нас тут ответ 8. Ответ 8 здесь, да, how long to sleep, ну, у нас, ребятки, идет прямо between seven and nine hours of sleep, потом говорят, что обратите внимание подальше, да, some people feel best with eight consecutive hours of sleep, while others do well with six to seven hours, да, то есть рассказывают про то, как по-разному себя люди чувствуют в зависимости от их нормы сна, то есть нормы по времени, и весь текст говорится про норму времени сна, да, кому 8 часов нужно спать, кому 6, кому 7, и все чувствуют себя по-разному, да, то есть кому-то так норма, кому-то другая норма. И текст F, да, у нас цифра 6 сюда подходит, sleep and obesity, тут действительно весь текст речь идет про ожирение и сон, и какие связаны это вещи, да, что те, кто мало спят, они больше склонны к ожирению, во-первых, они больше бодрствуют в течение дня, это прямо есть, да, и, конечно, что они едят, вот, вот просто потому, что они в течение дня больше бодрствуют, и, значит, у них больше возможностей поесть, поэтому они больше склонны к ожирению, понимаете, да, вот такие вот, ну, банальные прописные истины. И последний текст у нас, это текст G, соответственно, текст G, people find it hard, harder to feel, там, sleep и так далее, тут у нас вариант седьмой подходит, emotions and sleep, прямо с самого начала, anxious, sad, depression, да, все слова очень тесно связаны вообще с темой настроения, да. Что за странные сообщения тут появились? сейчас мы вот так сделаем. Отлично, все, классно, непонятно, что там произошло. Окей, двигаемся на чтение второе. Чтение второе у нас было про музей, тут у вас тоже могли возникнуть какие-то вопросы, почему именно эти заголовки, именно эти островочки, да, подходят, минуточку, и я вам все покажу, ребятки. Да. Окей, вот, пожалуйста, State History Museum, варианты ответа вы видите также справа внизу, 6, 3, 7, 1, 4, 5, пожалуйста, сверьтесь, правильно вы решили или нет. Тут тоже был такой один моментик не очень приятный, который можно было спутать, и мы с вами обязательно о нем поговорим. Итак, первый, да, у нас, идем читаем и видим. Серьезно, шестой вариант подходит только из-за последнего предлога of. Вот только, ну, как бы подойти могло все, что угодно, но из-за того, что после пропуска у нас идет the stone age, подходит только этот вариант, да, ну, охватывающий всю историю России со времен каменного века, вот это имеется в виду, да, ну, то есть, иначе the stone age никак бы ни с чем не сдружилась, так сказать, вот тут вот, вот, хорошо? Понятно вроде как. Окей, дальше идем, B, the museum is housed in a neo-Russian style building, и тут вариант 3, which is in an attraction in its own right, то есть, тут на самом деле спасает только смысл, да, то есть, музей расположен в неорусском, да, в здании такого неорусского стиля, стилистики, что само по себе уже как бы такое достопримечательность, то есть, само здание музея, это уже достопримечательность, не говоря о том, что находится внутри, об этом была речь. Дальше, the impressive collection of the state history museum includes relics of prehistoric tribes that once inhabited the big territory of present-day Russia, да, ну, tribes, понятно, да, то есть, это какие-то племена, которые когда-то населяли нынешнюю Россию, да, present-day Russia. Ясно, что здесь, может, по смыслу сюда входит только вот эта часть, исключительно она. Дальше двигаемся, вторая часть, да, нашего текста. Минуточку, ребятки. Вот она, да. Текст у нас заканчивается, то есть, с этой стороны, обратите, пожалуйста, внимание, на этом слайде еще the exhibits, да, и переходим about medieval Russia are excellent. Поехали. several rooms of this period cover the Mongol invasions, и тут у нас подходит вариант один, and the consolidation of the Russian state. Почему не подходит, почему не подходит вариант and cave painting of prehistoric times, вот здесь вы могли спутать, и я тоже, когда решала этот вариант, я тоже такая, но остались там, потому что Романовы ушли вниз, там, потому что during the rain, если вы наперед смотрели, и понимаете сейчас, о чем я говорю, да, там сразу ушло, highlight is an exhibition, который явно там был пятый вариант, ой, простите, пожалуйста, четвертый, addressing the expansion of Russian empire, потому что дальше идет про все дороги, которые по Российской Федерации шли, то есть, тоже более-менее логично, и если вы остановились на варианте D, вы по-любому думали между первым и вторым, но почему не подходит второй, по смыслу не подходит, ребята, потому что and cave paintings of prehistoric times, а у нас идет medieval Russia, обратите внимание, до пропуска, medieval, то есть, это средние года, средние, не prehistoric, не доисторические, а средние года, вообще истории, да, России, поэтому именно здесь этот вариант не подходит, ну и как я уже ответила, в варианте I подходит четвертый, потому что речь идет про то, как в России выстраивались дороги после пропуска, ну а в последнем варианте подходят романовые, обожаю, когда какие-то истории вообще включат в английский язык, это очень интересно, и чтение номер третье, которое про Агату Кристи, это тоже очень интересный текст, я вот, например, честно говоря, про Агату Кристи этих фактов не знала, но мы успеем еще об этом поговорить, так вот, про романовых, конечно, да, то есть пошли романовые, да, наши, где они, господи, потеряла пятый вариант, из-за того, что их правление из всех вариантов у нас подходит только тот вариант, где у нас речь идет про романовых, конечно, да, а чье еще это правление может быть, если из всех представителей вообще правителей России у нас только романовые представлены здесь на выбор, понятное дело, что здесь подойдет только этот вариант. Ясненько. Дальше двигаемся по тексту чтения номер 3 Агата Кристи, прекрасно, и мы узнали подробности про ее жизнь помимо писательской деятельности, давайте посмотрим, что тут за варианты. Итак, первый вопрос, the word pedigree, и все такие подумали про педигри из собачьей корм, даже я, даже я об этом подумала, когда я прочитала первый раз, я такая типа на самом деле слово pedigree в принципе переводится с английского языка как родословное, да, и поэтому, ну, уже, если вы знали, как переводится это слово, вы уже можете сделать ставку, что, конечно, это background, конечно, вот, но если вдруг вы не знали значение слова pedigree, вот я вам говорю, что это родословное, да, то есть, какая-то история предыдущая. Соответственно, да, здесь у нас background, и почему? What can we discover if we dig into her past? Что мы, слово dig, это копать, и оно, кстати, не один раз сыграет существенную роль в этом чтении, обратите, пожалуйста, внимание ваше на это, то есть, что мы можем откопать, если, точнее, что мы можем узнать, если копнем немножко в ее прошлое, вот о чем здесь идет речь, вот, поэтому здесь подходит background, как вы знаете, слово background, оно тоже является таким синонимом слова past, да, то есть, типа, что мы узнаем, если копнем в ее прошлое, вот это вот здесь существенно. Окей, двигаемся далее, и далее у нас был вопрос, what do we learn about Agatha Christie from the second paragraph? Вот у нас второй параграф идет, и, соответственно, из вариантов ответа подходит только первый, да, some of her voyages and journeys inspired her, и у нас идет перечисление мест, где она была, и потом provided ideas for some of Christie's best-known works of detective fiction, including, и пошли, соответственно, какие-то там эти, да, примеры, ну, то есть, какие именно книжки там вошли в историю и так далее, вот о чем тут речь. Отлично, хорошо, двигаемся, следующий вопрос был про it, место имени it, использованное в третьем параграфе, да, the word eat in paragraph 3, I don't think it has done, refers to using your moisturizer. Это увлажняющий крем, и об этом говорится face cream, face cream in fact is quite a good thing to clean artifacts with, и потом вот он как раз говорит, obviously conservators now wouldn't use that, but I don't think it has done, it has done, то есть этот moisturizer, сделал что-то там, принес какой-то ущерб или вред, да, не было такого. Вот, пожалуйста, ее муж пользовался этим. Напомню, да, что текст был про то, что, оказывается, муж Агаты Кристи был археологом, и она ездила на эти раскопочки, раскопки вместе с ним. Об этом был текст. Дальше двигаемся в вопрос номер 15, и тут правильный ответ у нас 3. Вот это был вообще, на самом деле, жутчайший момент, честно скажу, досрочного экзамена, правда, но тут жесть, другим словом это вообще никак не назвать, я клянусь, потому что я прорешала этот вариант, и потом еще попросила друга эксперта, чтобы он тоже решил, и мы как-то сверились, и потом мой друг-эксперт психанул и позвонил мне, и он мне сказал, типа, да, тут вообще ничего не подходит, и я такая, да, блин, да, точно, ничего не подходит, ну, то есть мы, конечно, как преподаватели, очень сильно повозмущались, что вот так вот жестко издеваются над нашими детьми, бедными, несчастными, потому что здесь, ну, прям вот, правда, не подходит ни один вариант, но вы могли перепутать, сейчас скажу какой, да, то есть первый и второй, они сразу отметаются, то есть археологи у нас не все убийцы, начнем с этого, то есть второй вариант явно не подходит, и people enjoy discovering what is healing, об этом вообще ничего тоже в тексте не было, а вот третий и четвертый вариант, ну, они прям вот, ну, заразы, ну, прям заразы, смотрите, the discovery requires a lot of digging up, да, то есть раскрытия, да, какие-то исследования, они требуют очень много, таких многочисленных, да, и большого объема копаний, копаний, вот, и четвертое, cleaning away the rubbish is really hard, то есть убирать за собой следы, если это преступление, очень тяжело, и мы, вы могли подумать на четвертый вариант здесь, да, но нету никакого подтверждения is really hard, вот мы до этого докопались, а правильно здесь все-таки третий вариант, причем в переносном смысле, типа докопаться до истины, discovery requires a lot of digging up, то есть находки, они требуют, да, раскопок очень долгих в археологии, ну, в археологии, да, но и в докопках, да, истины тоже, копать приходится очень долго, так же, как и в детективах, о которых писала Агата Кристи, да, которые писала Агата Кристи, вот в чем, вот это вот, так скажем, да, непрямое сравнение археологов, да, ну и вообще археологии и детектива, детектива, в которой Агата Кристи писала, понимаете, ну, ну это жестко, у меня других, на самом деле других комментариев здесь нет, это жестко, потому что, ну, не каждый ребенок это, конечно, увидит, такой приемчик, приемчик, да, сравнительно литературный, не каждый это увидит, я имею в виду на английском языке, на русском-то мы не все приемы литературные понимаем, я, про английский я вообще молчу, ну, такова жизнь, ребят, вот так вот получилось, на этом досрочном игре. Дальше двигаемся. Which statement is true, according to the archaeologist, Charlotte Trumpler, да, Агата Кристи could make a whole front part, это было в самом конце, и достаточно прямо было сказано, да, came in handy when piecing together broken artifacts, ну, то есть, там, к счастью, вообще в целом она говорила про факты, про все то, что Агата Кристи умела видеть все одной картинкой, и вот поэтому она, вот, выделяет ее умение именно видеть, какие-то, собирать все в одну кучу. Вот так вот. Дальше двигаемся. Следующий вариант, следующий вопрос, это вопрос номер 17, и здесь правильный ответ 4. Why does Charlotte admire Christie's role in archaeology? За что она ее уважает? Там было про то, что вообще, на самом деле, на самом деле, Агата Кристи была на 15 лет старше своего мужа, она финансировала некоторые его раскопки, да, но суть не в этом была, суть была в том, что помимо того, что она финансировала и вкладывала в это деньги, она ездила и путешествовала с ним, и вела очень много записей, как-то фиксировала все, что там происходило, и в тексте идет, видите, И тут как раз вариант ответа То есть они до сих пор в спросе, то есть до сих пор ими пользуются, вот какой тут переходик интересный получается. Ну и последний вопрос, это вопрос номер 18, и здесь правильный ответ 3, конечно же. Ну вот вы вообще на самом деле знали столько фактов про нее до прочтения этого текста? Я не знала, и я на самом деле здесь выбрала даже по личным ощущениям этот ответ, потому что, ну, конечно, есть опора в тексте, я в ее выделила. То есть у нее, помимо того, что она была автором, у нее была такая восхитительная жизнь, а все думали, что она как ее герой, мисс Марпл, да, то есть новая мы ее знаем, то есть мы совсем мало знаем про жизнь Агаты Кристи, вот что хотела автор донести здесь. Вот такое вот было в досрочном ЕГЭ чтение, интересное на самом деле, интересное, местами сложное, но очень познавательное, такое прямо, не знаю, мне понравилось, правда, кроме варианта с сравнением, все было хорошо. Ну и мы двигаемся на момент, на фрагмент лексики грамматики, конечно же. Так. Вот. Итак, да, лексика грамматика, моя любимая часть, просто обожаю ее. Что ж, первый ответ is spoken, начало идет, естественно, в настоящем времени, и понятно, что language сам не говорит, говорят на нем, поэтому мы берем пассивный залог в настоящем времени, is spoken. Дальше двигаемся. Что-то не относится к другим языкам. Это слово relate практически всегда берется тоже в пассиве, и тем более, если это безличная конструкция. И тут тоже настоящее время, потому что и дальше у вас идет language is official, и так далее, поэтому здесь is not related, естественно, тоже пассивный залог в отрицании, в настоящем. Дальше. Great. Ну, когда у нас прилагательные могут быть либо степень сравнения, сравнительное либо превосходное. В этом предложении есть явное слово than, than French, и поэтому мы сравниваем, и явно здесь будет greater, используем степень сравнения через окончание и а, потому что слово great является односложным, да, здесь нету ничего такого, мы не можем сказать more great, мы говорим greater. Двигаемся далее. И другой текст уже совсем, да, тут речь, кстати, шла уже в прошлом, начало шло, у вас там было слово began в подсказку, было слово arrived в подсказку, и понятно, что British colony in Virginia and речь шла у нас про first Africans, и понятно, что их купили, и то, что здесь пассивный залог, еще и доказывает наличие предлога by, by English colonists, поэтому здесь будет ver bot, их там, по-моему, сколько было, двое или больше, но неважно, да, но их было несколько, africans, множественное число, поэтому вы ставите ver bot в любом случае. Дальше идем, found нам дали глагол, да, основанный и так далее, вот здесь как раз-таки основанный, в предложении уже есть сказуемое, это сказуемое was, поэтому тот глагол, который вам дают, явно не войдет в предложение как сказуемое, а значит, это не личная форма, тут явно не infinitive to found, чтобы построить, да, was home, или там, строящий, а построенный, то есть это причастие совершенного вида, построенный, там-то, там-то, в 1607 году, ясненько, да, то есть здесь совершенный вид, поэтому мы берем под simple to, а под simple to, это всегда глагол в третьей форме, или, ну, с окончанием, иди, если он правильный, found it. Дальше поехали, known, уже идет повествование в настоящем, кстати, the first Africans at point count in what is known today, вот тут идет слово today, поэтому вы know ставите в настоящее время и в пассивный залог, потому что тут вот прям требует того смысла, да, тут явно не активный, не кто-то знает, а их знают, и, соответственно, most of, ну, понятно, когда у нас с вами идет местоимение, мы работаем только с падежами, у нас their names притяжательный, то притяжательная форма вообще должна быть местоимение, поэтому their здесь подойдет. Плавненько мы с вами пришли ко словообразованию, и тут сразу все ответы на экране, поэтому, пожалуйста, сверьтесь. Amazing tourists во множественном числе originally colonized, governor и creation. Посмотрим, что здесь происходит. Amazing place place надо как-то описывать, это только через прилагательное. Tourists, ну, тут by предлог вводит деятеля, и причем не одного, да, а туристы, для этого требует смысл явно, то есть be explored by не одним туристом все-таки, да, а туристами. Originally, was originally used, да, то есть перед, вот внутри, так скажем, сказуемого was used может быть только наречие, был изначально использован, да, was originally used, наречие берем. Colonize, ну, тут to, понятно. To colonize требуется прямо от слова colony, и, естественно, глагол, тут можно сделать только colonize, governor general, да, то есть главный губернатор, как бы, колонии, да, и, соответственно, слово creation, not the, the of a landscape, the creation of the landscape, создание, оно одно, это требует единственного числа, требует смысл, естественно, ну, и наличие определенного артикля the перед пропуском говорит о том, что явно нам нужно с вами выбирать, ну, вообще существительное, в принципе, да. Вот, задание 32, 38, красота, лепота, давайте посмотрим. Вот у нас был такой интересный текст про девочку Ширли, и, соответственно, это задание считается одним из самых сложных в части лексики грамматики, тут у вас идет multiple choice, напоминаю, вы выбираете из вариантов ответа, уже готовых, соответственно, смотрите, что и как тут происходит. Ну, давайте смотреть, значит, первый пропуск у вас Ширли, Куд, ну, и, конечно, здесь будет слово hardly, ребята, по-любому, hardly, и дальше, соответственно, что у нас там идет по пропуску believe it, да, то есть едва поверить чему-то, hardly, believe. Окей, смотрим на второй пропуск. Второй пропуск у нас таков, last night her father had что-то там, her lovely young lady, ну, и, конечно, здесь подходит четвертый вариант, cold, называть кого-то как-то, это глагол cold, это просто нужно знать, мои дорогие, правда, устойчиво cold, somebody, как-то, любым образом, абсолютно. дальше двигаемся, дальше у нас был тридцать четвертый пропуск, she really believed that with all her, ну, честно говоря, я не уверена, знаете ли вы вообще про это выражение, да, но, в принципе, в принципе, вы могли догадаться, на самом деле, как-то по смыслу, я так думаю, ну, или просто банальной интуиции, потому что, ну, понятно, что мы говорим именно так, да, а как именно, мы говорим hard, мы используем слово сердце, знать всем сердцем, в принципе, по-русски мы тоже так говорим, поэтому я и говорю, что вы могли догадаться здесь. Хорошо, двигаемся дальше, дальше у нас идет вот такой вариант, это, соответственно, he always hear the truth, и здесь устойчивое, ребята, выражение to tell the truth, тридцать пятый пропуск, да, проверяйте, у вас здесь told, точнее будет в прошедшем времени, но все-таки, да, told the truth. Дальше двигаемся, и далее у нас тридцать шестой пропуск, lectures, ну, тут, ребята, lessons, lectures, courses, это все мы attend, поэтому здесь будет второй вариант ответа, посещать, все, что касается образовательных каких-то процессов, мы это посещаем, это глагол attend, за это отвечает. Дальше у нас было про то, как она радуется, наслаждается своей жизнью, да, she, every moment of living in that ancient city, соответственно, здесь, конечно, будет ответ четвертый, enjoyed, да, наслаждаться каждым моментом, admire, восхищаться, но моментами мы не восхищаемся особо, да, attract, привлекать, please, быть довольным, ну, то есть, вообще задабривать кого-то, да, вот в таком контексте используется, поэтому тут подойдет именно этот вариант. Ну, и последнее здесь, это у нас было, мои хорошие, remember, конечно, тут на самом деле подходит просто по смыслу слово remember, можно было бы взять какой-нибудь еще и repeat повторить, но просто по смыслу, что она будет помнить это там даже спустя очень-очень много времени, понятное дело, что мы берем слово remember в таком случае. Конечно, в нашем досрочном варианте было также и письмо прекрасное, которое вы сейчас видите на слайде. Давайте посмотрим, что было за письмо, прочитаем его и посмотрим, какой ответ на это письмо можно было бы дать. Итак, нам пишет внимание Jasper, да, это имя нашего друга, мы должны его запомнить, нам к нему еще обращаться. Вот такие четыре вопроса. Нам нужно задать вопросы про сестру, не про свадьбу, не за кого она выходит замуж, а про сестру, очень важно, потому что многие здесь делают ошибки. Пожалуйста, прошу обратить ваше внимание на наш слайд с ответами и, соответственно, посмотреть, да, как здесь можно было бы ответить нормально на это письмо. Смотрим. Сначала, конечно же, шапочка, то есть у нас с вами обязательно должна быть шапка, там должен быть город, как вы видите, мы взяли Казань. Казань, Россия, 15.04.2020, сегодняшняя дата. Dear Jasper, thanks for your letter, it's nice to hear from you again. Sorry, I haven't answered earlier, but I was busy with my school project. I'll be happy to answer your questions. You know, my dream is to visit France. I would like to go to Paris, because I really want to see the Eiffel Tower and take a photo with it. Well, I would like to take my best friend Maria with me. Unfortunately, the most difficult thing for me while traveling is flying on a plane, because I'm really afraid of flying. That's great news about your sister. How old is she? Вопрос про сестру. Is she your elder sister? Does she live with you? That's all for now. I'd better go right back soon. Best wishes. Настя. Настя – это просто любое имя, которое мы взяли. Вот такой вот ответ на письмо здесь может быть. Вот. Отлично. Ну что ж, и что еще, на что еще мы можем обратить внимание на нашем мастер-классе из досрочного варианта. Ребятки, по поводу эссе я вам чуть позже скажу, что у нас там с эссе. Это говорение первое. Говорение первое, кстати, было, это просто чтение текста. Очень легкое в досрочном варианте. Я бы сказала, там вообще ничего сложного, ни одного сложного слова нет. Давайте вместе прочитаем, просто вы убедитесь там как-то в каких-то словах, о которых вы, возможно, сомневались. People all over the world love Christmas. In English-speaking countries, it is the 25th of December. It is a time for buying and giving presents, having parties, and being with family. People start to get ready for Christmas in late October or early November. Shopkeepers decorate their shops with lights. They do it because shoppers start to look for presents. Shops are very busy at this time and stay open late. People with family and friends in other countries often send them cards and presents. Everyone begins to make plans for the coming holiday. Most people buy Christmas trees and put them inside the house. They put colorful decorations on them. They also sing carols. Children enjoy Advent calendars with little doors for each day until Christmas. Every day they open a new door and see a picture or a chocolate inside. Все. Вообще, честно говоря, я не знаю об этом говорении, ни одного сложного слова, которое вот одиннадцатиклассник какой-то типичный, среднестатистический мог бы не знать. Или даже если какое-то слово вы и не знаете, то как бы его прочтение в принципе адекватно, можно догадаться. Ну и, конечно, говорение номер два. Пять вопросов, которые мы могли задать к данному объявлению. Это все. Все, мои дорогие. Так вот мы с вами за час и пять минут успели разобрать почти весь вариант ЕГЭ по английскому языку. У меня для вас, разумеется, разумеется, мои хорошие, есть и новости по поводу эссе и говорения 3 и 4, те задания, которые волнуют вас всегда больше всего. Эти задания в готовом виде, самые свеженькие, которые вы вообще нигде не найдете, таких просто не существует в природе еще, я готова вам подарить. Итак, в подарок за присутствие на сегодняшнем мастер-классе и, конечно же, за какие-то, возможно, ваши отзывы, честные, самое главное, я готова вам подарить полноценное эссе досрочного варианта первой темы, полноценное эссе досрочного варианта второй темы, полноценное описание на говорение номер 3 всех трех картинок, пример того, каких можно было описать, и пример ответа на говорение номер 4. Вот это ваши подарки на сегодня. Сладусики, мои дорогие, чтобы эти подарки получить, вы можете просто оставить отзыв о сегодняшнем мастер-классе, о сегодняшнем мастер-классе, понравилось, не понравилось, проверили ли вы свои варианты, было ли интересно, ответила ли я на все ваши вопросы, вот по этой ссылке, мои дорогие, переходите, открывайте страничку, смотрите, у вас там будет пост про сегодняшний МК, который вы, в принципе, сегодня видели, и в комментариях вы пишите свое собственное, личное, абсолютно честное мнение о том, как ЭСА сегодня разобрала вам досрочный вариант ЕГЭ, было ли это удобно, комфортно с точки зрения связи, было ли это понятно с точки зрения моих разъяснений, все что угодно, ребята. После того, как вы оформляете свой отзыв, свое мнение, вы сразу бежите в наше же сообщество по английскому языку, оно у нас называется ЕГЭ 2020, английский язык, и там в сообщениях, ребятки, вы пишите, хочу подарочек от СФ, и вам прилетают все эти драгоценные подарки, которые здесь отмечены как четыре, на самом деле шесть их больше, потому что описание трех фотографий это три отдельных, полноценных ответа. Вот, вот, что вы можете сделать, чтобы эти подарки не было. Мне будет очень приятно видеть ваши отзывы, я честно скажу, на разбор досрочного варианта я вложила очень много своих усилий сегодня, поэтому, пожалуйста, если вам не сложно и вы хотите получить эти ценные подарочки, которых, правда, вообще еще нигде нет, это составлено полностью нашей командой, составленные подарки по досрочному варианту, их еще нет, в ИПИ выложили их вчера, поэтому такие ответы вы больше нигде не найдете. Пожалуйста, не поленитесь, потратьте пять минут своего времени, ну и просто, чтобы я видела вообще ваше мнение. Я всегда читаю отзывы всех своих, всех учеников, всех гостей моих мастер-классов, потому что мне правда интересно, понравилось это людям или не понравилось. Я же тоже делаю свои выводы как ведущей, что мне можно добавить, например, в следующий раз и так далее. Ну что ж, и, конечно, на конец-то я готова вам рассказать про старт нашего набора на лихорадку. Ребята, вы не поверите, про лихорадку всегда спрашивают с самого начала года, хотя я не знаю, зачем про лихорадку в начале года спрашивать, но частенько это делают, да, посередине года и вообще весь год всех нас спрашивают про лихорадку. Лихорадка? Лихорадка это лихорадка? Нет, на самом деле лихорадку, наверное, можно описать одним английским словом трэш, но это реально трэш. Итак, что это за курс такой прекрасный? На самом деле в этом году, ребята, мы с вами находимся в таком забавном положении, мы ведь совсем не знаем, сколько еще будет длиться наш карантин, но я вам расскажу, что означает лихорадка в принципе ежегодно в Satara Family. лихорадка это реально трэшовый курс, который проводится за 7 дней до сдачи ЕГЭ. Почему я вообще сказала про карантин? Потому что мы, конечно, не знаем пока совершенно точно, да, подсдвинется, там ЕГЭ не сдвинется. В любом случае, как бы там не сдвигалось ЕГЭ, лихорадка все равно остается курсом, который проводится за 7 дней до ЕГЭ, каждого ЕГЭ, то есть по каждому предмету отдельно. 7 дней, и вы видите все абсолютно предметы, по которым мы за эти 7 дней бежим просто безостановочным марафоном с этими мы как белки. Вот мне кажется, в этот период преподаватели вообще не отрываются от кофе. В общем-то, сами дети тоже, это правда, это правда так. Бежим просто 7-дневный марафон перед тем, как идем сдавать ЕГЭ. Это звучит страшно, так оно и есть, но на самом деле нет, все не так плохо, это очень интересный курс, он очень действенный. Честно говоря, если бы у меня в свое время была возможность за 7 дней до ЕГЭ повторить все от самого начала и до самого конца под чутким, да, руководством профессионалов, я бы точно от такого не отказалась. Но в мое время, я уже старая, в мое время такого не было, но я бы явно такое взяла. Итак, что означает вообще лихорадка, что это за курс такой? Это очень полезный курс, у нас средняя цифра, усредненная по всем предметам, результаты 85,3 ребята, у нас 100 баллов, да, в прошлом, в позапрошлом году получили более 30 учеников, вообще все участников на лихорадке очень-очень много, это правда каждый раз, так, потому что туда приходят наши же годовики, экспрессники, убойники, новые ребята приходят просто за неделю все повторить. Да и вообще, в целом, дело даже не в самом курсе, а в целом в нашем онлайн-центре. Мы очень дружелюбные, у нас самая семейная атмосфера, это реально так, и вы это почувствуете, если вы не являетесь нашим учеником, и убедитесь еще раз, если вы являетесь нашим учеником. Итак, что вас ждет на лихорадке? Давайте отвечать конкретно на вопросы, которые у вас наверняка уже возникли, когда я начала рассказывать про этот курс. Занятия каждый день по 4-5 часов. Ну, это реально, это реально, если вы сейчас подумали такие типа, что? Нет, это реально. Ну, смотрите, лихорадка обычно падает на период, когда школы уже нет. Ну, будем честны, ее и сейчас особо-то нет, но как бы она будет за неделю до ЕГЭ. Английский язык, кстати, прям четко на лето падает, то есть и в прошлом году так было, вообще школы никакой не было, поэтому мы с самого утра начинаем и с таким-то маленьким, да, получасовым перерывом реально работаем 4-5 часов, и так происходит все 7 дней. Кстати, может возникнуть вопрос у вас, типа, как по-английскому проводится лихорадка, если 7 дней, но английский сдается в 2 дня. Объясню. Это происходит так, ребята, мы с вами готовимся 6 дней, вы идете, сдаете письменную часть, в этот день вы отдыхаете, потом у вас пропуск, то есть там есть день на подготовку, вот это будет седьмой день нашей лихорадки, то есть лихорадка по-английскому как бы идет 8, но один день пропускается из-за сдачи письменной части, то есть это 6 дней до письменной части повторили, пошли сдали, и седьмой день за день до устной части, как раз таки 4 задания за весь день, они просто штампованы, вот так вот только говорением все и занимаемся, вот, это на случай, если у вас появились вопросы по поводу английского, да, потому что правда специфика экзамена такова, то что он в 2 дня сдается. помимо 4-х и 5-ти часовых занятий, у нас практики всех тем заданий ЕГЭ, и подробные разборы от преподавателей, это проходит абсолютно интересными и разными путями, иногда это может быть полный файл с проверкой, и там идет расшифровка ответов с полным объяснением, иногда преподаватели наши я знаю и по себе, и по своим прекрасным коллегам, что мы, допустим, даем задание, и потом кидаем на него видеоразбор, то есть вы можете посмотреть и видеоразбор того задания, которое вы только что совершили, да, не обязательно выходить даже в прямую связь, просто открыли видео и проверили сами себя. Более того, у вас будут ежедневные большие домашки и персональный куратор, который всегда будет в вашей учебной группе и всегда будет ждать от вас вопросов по домашнему заданию и, возможно, по теории, которую вы прошли с вашим преподавателем. Не менее важный момент для тех, ребята, кто сдает предметы, на которых есть эссе и сочинения, да, мы будем писать их каждый день. Ну, то есть это семь практик, по-английскому их все равно тоже будет семь, просто в один день мы разберем там два эссе, да, то есть мы каждый день будем разбирать эссе онлайн. А как это бывает? То есть мы четыре-пять часов ведем уроки, потом у нас перерыв, и вечером, например, мы выходим на связь и обсуждаем там только эссе, только эссе. Эссе обсудили, и только после этого пошли делать домашки, или, если останется время, спац. Дальше двигаемся. Ну да, почти никто не спит. Кроме того, если вы становитесь нашим лихорадником, вы, конечно, получаете доступ ко всем спецкурсам, которые ведут наши преподаватели. Преподаватели спецкурсы, это такие потрясающие, да, интерактивные, интересные, дополнительные, практического характера занятия, которые проводятся в основном выходные, или это могут быть какие-то видеоразборы тоже в том числе, да. Видеоразборы тоже часто снимаются нашими преподавателями, просто в качестве примера, да, типа вот, пожалуйста, смотрите, как решается та или иная задача. Таким образом, ребята, лихорадков содержит в себе просто весь сок, который необходим любому ребенку, который хочет сдать ЕГЭ по тому предмету, который ему необходим, да. А что самое интересное, что лихорадка, этот семидневный трэш, он еще и очень доступный по цене, ребятки. Очень доступный. Это правда так. Да, он у нас стоит, ребятки, прошу прощения, минуточку, минуточку. Да, ребятки, значит, лихорадка у нас стоит 1999 рублей. Сегодня была озвучена цена, кстати, нашими прекрасными начальниками БМ и НГ, и я ее продублирую в том числе. Цена у нас 1999 рублей. Для наших же учеников, для годовиков, для экспрессников, эта цена, конечно же, дешевле. То есть, они могут записываться туда со скидкой. Вот. Но, да, секундочку. Сейчас я вам покажу слайдик с ценой, ребятки, прошу прощения, у меня небольшая заминка. Небольшая заминка. Немножко не то получилось у меня. Да, бывает такое. Что ж поделаешь, мы работаем с техникой. Да, с небольшой скидкой. То есть, практически за даром, ребят. Вот, правда, своим за даром. На самом деле, и чужим тоже. Вот я скажу, что даже не для наших учеников цена очень привлекательная. Очень слишком. Потому что, да, потому что, сейчас покажу вам. Суть в том, то, что в других онлайн-школах на самом деле такие курсы стоят намного дороже. Две пятьсот, три пятьсот, четыре тысячи. Ну, реально, такие цифры есть. И мы единственные, кто предлагаем за семь дней такой продуктивной, самое главное, полноценной подготовки тысяча девятьсот девяносто девять рублей. Что касается, ребят, смотрите, я знаю, что будет небольшая скидка, если вы возьмете несколько предметов сразу. Это касается не наших учеников, а тех, кто к нам, например, только идут. У вас будет небольшая скидка. Если вы, допустим, взяли русский, общество, историю, например, три предмета взяли, конечно, они будут в совокупности дешевле, чем по отдельности. Это понятно. Это мы всегда так делаем. Для наших учеников такой скидки, ребятки, к сожалению, нет. Потому что, в принципе, для вас курсы и так будет очень и очень бюджетным. И, ребятки, важный момент, да, как записаться. Годовиков это и экспрессников, и убойников тоже касается, да, если записываться хотят прямо сейчас. Записывайтесь прямо сейчас. Вы попадаете, ребятки, на экспресс курсы, ой, на лихорадку, прошу прощения. Вы попадаете на лихорадку, в любом случае, но вы должны доучиться до мая. Ну, я имею в виду, вы должны оплатить май. Вы можете сейчас, в принципе, лихорадку купить, но в любом случае менеджер потом проверит, вообще учились ли вы у нас в мае. И только тогда будет скидка. То есть, вам скидка идет за то, что вы с нами целый год были. Поэтому май нужно добить вместе с нами, доучиться. Да и вообще, это логично даже просто по курсам. Ребятки, согласитесь, да, брать как бы лихорадку, не добив годовой, там, или экспресс курс, или убойный курс, это немножко, ну, странно. То есть, вы не добьете, не доведете до ума основной курс, а потом просто прибежите на лихорадку вот с такими глазами. Ну, это неправильно, конечно, да. Доучитесь в май на том курсе, на котором вы учитесь. Пока идет май, вы можете взять лихорадку, но лучше ее взять сейчас. Как и со всеми нашими курсами, у лихорадки те же условия брони. Вы можете за 500 рублей сейчас себе место забронировать и потом, в общем-то, спокойно жить и знать, что лихорадка в вашем кормашке, так сказать. Вот, вот и все. Мы вас будем очень ждать на следующих наших открытых мастер-классах. Будем вас очень сильно ждать на лихорадке всех, да, наших же годовиков, наших же экспрессников, наших же убойников и вообще не только наших, но и других учеников. И, ребятки, конечно, я еще вас, от вас, точнее, жду хороших или, может быть, не очень хороших, но, главное, честных, да, отзывов на сегодняшний мастер-класс, хотя бы за то, что я сегодня так постаралась, разобрала вам досрочный вариант. Пожалуйста, прикрепляю еще раз вам пост, где это можно сделать. Ну, и все молодцы, все присутствующие молодцы, и я молодец, что я разобрала, и вы молодцы, что вы пришли и послушали меня. Это очень хорошо, что вы решили проверить, как бы правильно вы решили досрочный вариант или неправильно. Вам огромное спасибо за ваше внимание, мне было очень приятно для вас все сегодня разложить по полочкам. Thank you, see you next time. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok